Здравствуйте! В эфире Афонтова новости в студии Димит Лабушев и сейчас коротко о главных темах выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В основном все от Турции. А Турция в основном маленькие размеры. Польша и Белоруссия у нас большие. Торговые сети не торопятся заказывать новые партии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Десять человек погибли и 15 пострадали в результате крушения вертолета на севере края. Ми-8 с вахтовиками компании «Ванкурнефть» вылетел из аэропорта Игарки и рухнул в двух километрах от аэродрома. Вертолет упал на лед Енисея. Фюзеляж был практически полностью разрушен. Это произошло ориентировочно в 11.45 по местному времени. На момент трагедии в вертолете находились 25 человек, в том числе три члена экипажа. Место падения обнаружили быстро. Горящую машину заметили летчики, которые летели следом. К этому моменту спасательная операция завершена. Пострадавшие госпитализированы в больницу Игарки. Первые, кто увидел падение самолета, это были работники аэропорта. Они с помощью двух групп на снегоходах выдвинулись туда на место падения самолета. Это на берегу реки Енисей. После этого было сообщено в ЕДДС Турханского района. Был развернут у них штаб в Турханском районе. Сразу было сообщено непосредственно скорой медицинской помощи. Туда выдвинулось пять экипажей скорой помощи. В больницу Игарки поступили 15 пострадавших в крушении. У них диагностированы переломы конечностей и другие травмы. В реанимацию поступил один человек, у него перелом позвоночника. На помощь Игарским врачам прилетели медики из соседнего Турханска. Также в Игарке приземлился самолет Ан-26 из Красноярска. На борту медицинские бригады. Они оценят на месте состояние пострадавших и перевезут в краевую больницу наиболее нуждающихся. Кроме того, начала работу горячая линия по номеру 275-16-17. Можно узнать о состоянии пострадавших и другую информацию о падении Ми-8. Завтра в нашем крае траур по погибшим в авиакатастрофе под Игаркой. На нашем телеканале не будет рекламы и развлекательных передач. К трауру присоединяются все неравнодушные. Губернатор Виктор Толоконский также заявил, что правительство региона окажет помощь семьям, чьи родственники находились на борту вертолета. Страховая компания, как мне докладывает, уже подтвердила готовность приступить к выплатам. Плюс к этому по закону Красноярского края тоже будет оказана материальная помощь семьям погибшим и пострадавшим. Мы сейчас согласуем со страховой компанией, какой будет размер страховки, и к этому будут добавлены средства краевого бюджета. Ну, плюс мы возьмем на себя все необходимые затраты, связанные с оказанием сегодняшней помощи пострадавшим и семьям погибших. Роснефть также прокомментировала крушение, ведь именно их сотрудники были на борту вертолета. В компании также обещали помочь родным погибших и пострадавших, в том числе и оказать финансовую помощь. Западно-Сибирский Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по 263-й статье Уголовного кодекса нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Проверять будут техническое состояние вертолета перед взлетом, документы о медицинском освидетельствовании пилотов. Также будут взяты пробы топлива, и следователи установят, как был загружен вертолет. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В том числе в настоящее время изымается техническая документация в авиакомпании Трухан на воздушное судно, потерпевшее крушение, а также изымаются образцы топлива, которым было заправлено воздушное судно. Эксперты уже начали называть возможные причины крушения. Практически все сходятся на мысли, что погода в это утро в Игарке не могла спровоцировать крушение. Ветра практически не было, температура по северным меркам скромная всего минус 17. Одной из причин мог стать перегруз вертолета. Нефтяники рассказывают, что зачастую Ми-8 отправляется к северным месторождениям с большим числом пассажиров и бакажа, чем можно. Делается это, чтобы сэкономить. Машины в нормальном состоянии. Дело в том, что просто навсего у нас погодные условия не всегда позволяют летать. А на вахту народ надо возить постоянно. Максимальная загрузка 22 человека. 22 человека, вертолёт уже полный. Ещё и дополнительные грузки дают. Бывает, просто грустные закрепили. Про Ми-2 вообще молчу, они вообще часто падают. Экстремные посадки совершают. К обсуждению проблемы, как только стало известно о крушении, конечно же, подключились и пользователи с сети интернет. Комментариев под новостью огромное количество. Все подряд зачитывать нет никакого смысла. Но мы подобрали несколько интересных, которые выражают общее настроение людей. Вот, например, 22 человека плюс вещи, перегруз наверняка. Они, блин, слетели... Ну, тут, извините, из слов пес не выкинешь. Это цитата. Они, блин, еле взлетели от земли. В мае летел 12 человек плюс запчасти. Со второй попытки оторвались. В припрыжку взлетел. Это экономят, вот и перегружают. Также некоторые пользователи высказывают предположение, что это был теракт. Правда, таких, конечно же, немного. Людей можно понять. В них играет волнение и страх. И вот интересная переписка. Комментируют. Сейчас на Ванкоре. Скоро домой лететь страшно. Грузят эти вертушки до последнего. Пока лезет. Контроля весового практически нет. Взлетают в припрыжку со второго раза. Я летаю и вижу, как туда груз толкает. Когда пассажиры уже на борту. А с Ванкора, когда лечишь, часто так делают. И вот Станислав отвечает на это сообщение. На самом деле, логистика там построена правильно. И к этому там относятся ответственно. Перегруз не допускают. Мы каждую неделю с Ванкора груз отправляли. Но я добавлю, что это официальной версии крушения пока нет. Ну и пользователи, конечно же, просто высказывают свои предположения, основываясь на опыте. У многих есть знакомые, кто лично работает вахтовым методом. Либо люди сами занимаются этим. А мы продолжаем. Почти 300 человек сегодня эвакуировали из детской поликлиники на Урванцево. В начале рабочего дня сотрудники почувствовали запах дыма на этажах и вывели всех посетителей на улицу. Вызвали пожарных и полицию. Как выяснилось, в вентиляционной камере произошло короткое замыкание. Там оплавилась проводка и запах дыма распространился по вентиляции. Буквально в течение 40 минут все последствия замыкания из-за дымления были устранены. Но это небольшое происшествие напомнило про старую проблему. Так как поликлиника очень большая, на вызов приехали сразу 5 пожарных машин. Но ко входу поликлиники смогла с трудом пробраться лишь одна. Вся парковка перед крыльцом медучреждения заставлена автомобилями. Многие стоят здесь уже не одну неделю. Заняты даже парковочные карманы для инвалидов. Сотрудники поликлиники убедительно просят автовладельцев убрать свои машины с парковки учреждения. И вот мы видим такую ситуацию, что стоят вот эти сугробы, которые просто не дали возможности пожарным машинам подъехать. Вот сюда в узенький проход проехала одна машина. Все остальные 4 машины расположились вот здесь вдоль дороги. И мы с вами понимаем, что, не дай бог, конечно, если бы на самом деле случилась такая ситуация, когда возник бы пожар, то пожарные машины не имели бы возможности подъехать в поликлинике и своевременно приступить к своим обязанностям. Задержан еще один подозреваемый по делу о продаже суррогатного алкоголя, от которого погибли люди. Это житель Красноярска. По предварительной информации, он может быть организатором крупных поставок на территорию края. Также установлено, что ядовитая продукция завезена из Москвы и Московской области, в том числе и железнодорожным транспортом. Напомню, что накануне полицейские задержали 4 молодых людей. По данным оперативников, они продавали контрафактное спиртное через интернет. У них изъято 360 коробок с алкоголем. Кстати, позже стало известно о задержании еще одной партии в 170 бутылок. Они также содержат опасные вещества. Добавлю, что сейчас в БСМП остаются на лечении 23 пациента, один в реанимации. Четверых к сегодняшнему вечеру удалось уже выписать. Почему тошнит первоклассника в гимназии номер 4? Об этом через несколько минут. Супермагазин бытовой техники от Видео 2000 предлагает гигантский выбор бытовой техники. Холодильники, стиральные машины, плиты, встройка. У нас есть все. Наш ассортимент вас удивит. Все по низким ценам. Северный, Шумяцкого, 1. Телефон 266-79-79. Запоминайте, записывайте и расскажите всем. Салон домашнего текстиля «Тач» объявляет старт зимних распродаж. Стартуем прямо сейчас. Нужно всем, выгодно каждому. Салон домашнего текстиля «Тач» «Дудинская-2». Яркая осень с мультима. Доступный интернет всего за 300 рублей. Современный интернет со скоростью 100 мегабит. Интернет плюс аналоговое ТВ плюс цифровое за 435 рублей. Подключение бесплатное. Телефон 249-99-99. В Новый год с новым ковром. Роскошные ковры в салоне ковров «Грант». Салон ковров «Грант». В торговом центре «Домер». Вход напротив арены «Север». Выбираете коляску для малыша? Начните поиск в красбэби.ру. Телевизор на 1. Строение 100. Телефон 2-500-105. Последний раз в этом году. Канада-Фуз. Скидки до минус 70%. Дубленки и мутон от 7 до 22 тысяч рублей. Только с 25 ноября. МВДС Сибирь. Пиплс Мегаполис Бар совместно с компанией Мираторг объявляют сезон стейков по цене овощей. Цены на стейки из мраморной говядины всего 399 рублей. Пиплс. Мировые гастрономические хиты по доступным ценам. Ждем вас по адресам Сурикова 12 и Красноярский рабочий 199. В прямом эфире Афонтова новости и мы продолжаем. В первом классе 4-й гимназии объявлен карантин. Начальная школа работает в особом режиме. У полутора десятка детей во вторник появились тревожные симптомы. Тошнота, рвота и высокая температура. Почему первоклассник без справки не пускает в школу, разбиралась Ирина Денисенко. Первоклассник Саша Данилин вот уже второй день готовит уроки дома. Во вторник у мальчика заболел живот. Уже ночью появились и другие симптомы. Рвота и тошнота. Тут же поднялась высокая температура. На следующий день Сашу вызвали врача. Только после приема лекарства он почувствовал себя получше. Мама Саша рассказывает, ее сын не единственный, кто заболел. В первом К-классе даже объявили карантин. Сейчас начальная школа работает в особом режиме. Завтра занятия отменили всем первым классом. Родителям говорят, преподаватели уезжают на семинар. С нашего класса семь человек изначально. Сейчас уже, конечно, я не знаю, мы дома сидим. Ну, как бы, из параллельного класса вроде тоже человек семь. Ну, мы анализы ждем нас, я так поняла, в школу не примут без справки. Мы с родителями общаемся, говорят, что некоторые приходят, ну, которые без справки, ну, у которых тоже были какие-то симптомы, что их сегодня выгоняют, ну, к врачу. Инфекционист сегодня в школе был, и что отправляют к врачу сдавать анализы. А вот руководство школы уверяет, случаи единичны. Заболевших не больше 10 человек. Но все же сегодня ребят проверяли врачи из поликлиники. А в первом классе действительно объявлен карантин. Несколько ребятишек в начальной школе заболели с одинаковыми симптомами. Медики провели обследование, взятые анализы. На сегодняшний день пока причины этого заболевания не выявлены. Школа работает в обычном штатном режиме. Не могу не сказать никакой предварительной версии, потому что будет решение медиков по результатам анализов детей. Я не медик, не могу вам сказать, чем заболели дети. Руководство школы утверждает, это не эпидемия, а ничто иное, как кишечная инфекция. Но родители школьников не исключают отравление. А пока результаты анализов не готовы, Саше и его друзьям придется остаться дома. Хочу в школу, скучаю по друзьям. Ирина Денисенко, Вячеслав Казаков и Михаил Ткачук. Афонтова новости. Родители первоклашек предполагают, что причиной недомогания и рвоты мог стать некачественный обед в школьной столовой. Сегодня нам не удалось пообщаться с компанией, которая организует питание в гимназии. Комментарии мы надеемся получить уже завтра. Городские депутаты сегодня чуть было не устроили революцию в российском общепите. Они рассматривали вопрос о запрете размещения кафе, столовых и ресторанов на первых этажах жилых домов. На это их подтолкнули красноярцы, которые пожаловались на неприятное соседство. Но революции не получилось. Почему? Расскажем в следующем сюжете. Этот запах, нам дышать нечем, у нас люди страдают. Красноярка Вера Железцова пробилась со своей проблемой к народным избранникам. Ей не повезло жить в двух шагах сразу от нескольких кафе. Горожанка уверяет, жить я от них нет. Обращалась в различные инстанции, но безрезультатно. Вытяжные вот эти трубы, кондиционеры, это все направлено и на наш дом. То есть тот же запах, тот же звук. А звук такой, что при закрытых окнах просто неуносимо в квартире находиться. От этого гула даже у нас, я говорю, посуда трясется, начиная с первого по пятый этаж. Всего к народным избранникам обратились жители трех домов в районе предмостной площади. Помимо гула кондиционеров и сильного запаха еды, претензии предъявляют и к яркой рекламе, и к постоянному шуму от посетителей. Красноярцы оказались столь настойчивы, что депутат Нина Михалева предложила защитить их и устроить небольшую революцию в российском Чепите. Обратиться к главному санитарному врачу страны с просьбой запретить все кафе, столовые и рестораны на первых этажах жилых домов, во встроенных или пристроенных помещениях. В части установления запрета на размещение организации общественного питания во встроенных и пристроенных помещениях жилых домов. То есть внести такие изменения. И мое предложение все-таки обратиться к главному санитарному врачу Российской Федерации вот с такой депутатской инициативой. Вот другого выхода, коллеги, я честно не вижу. Такое предложение вызвало неоднозначную реакцию коллег по горсовету. Абсурдность ситуации добавил тот факт, что одно из заведений, на которые пожаловались красноярцы депутатам, принадлежит депутату-ресторатору Владимирову. Правда, он пояснил, что давно отдал его на откуп управляющему. С гневом жильцов сталкивался периодически, а одно из заведений на первом этаже дома даже закрыл. Проблема всю. От Карла Марса 49. Житель против магазинов. Вообще против всего, что находилось на первом этаже. Почему? Потому что засели автомобили. То есть вы поддерживаете Нину Ивановну с тем, чтобы обратиться и полностью запретить на первых этажах и во встроенном присутствии? Конечно нет. А так не получится. Это мировая практика. То есть вы предлагаете запретить? Но это как запретить? Нужно просто решать проблему. Мнения остальных избранников разделились. Я согласен только один вариант на федеральном уровне запрещать размещать общепит в жилых домах. По моим ощущениям, общепит в 98% находится во встроенных, пристроенных помещениях. Нельзя этого делать категорически. Нужно заставить работать те органы, которые вообще-то должны работать. В итоге депутаты решили не устраивать революцию. За то, чтобы обратиться к главному санитарному врачу с просьбой запретить заведение общепита на первых этажах домов, проголосовали лишь 5 депутатов из 12. А вот проверить опальные заведения, выявить нарушения и наказать виновных сочли целесообразным. Дмитрий Пименов, Михаил Ткачук, Афонтова новости. Турецкие товары могут исчезнуть с прилавков. Россия ограничит импорт из Турции. На таможне приостанавливают разгрузку товаров из этой страны. Российские магазины отказываются от сотрудничества с турецкими поставщиками. Красноярская торговая сеть не будет заключать новые контракты на поставку овощей и фруктов из этой страны. Какие еще меры могут вести против Турции и как это отразится на горожанах, выясняла Юлия Бычкова. В супермаркете распродают последние турецкие мандарины и апельсины. Ни фруктов, ни овощей из республики Красный Яр завозить больше не будет. Говорят, контракты на поставку сейчас заключать опасно. Ведь непонятно, доедут турецкие продукты до Красноярска или нет. Сегодня весь день товары из Турции задерживают на таможне. Якобы на то есть негласное распоряжение правительства. Потому красноярская сеть супермаркетов рисковать не хочет. По апельсину это точно, это легко заменяемое достаточное количество регионов, которые производят этот продукт. И я не думаю, что здесь мы столкнулись с какими-то трудностями серьезными. Просто уменьшится конкуренция на рынке. Не исключено, что повысится цена. Ну, это негативные факторы, которые могут быть. Прошло два дня после инцидента с российским самолетом в Турции. Так вот, за это время уже запретили продавать путевки. В эту страну чартеры туда больше не летают. Роспотребнадзор запретил продавать мясо и птицу с новой из турецких предприятий. Поводом стали обнаруженные в мясе бактерии. Российские магазины отказываются от контракта с турецкими поставщиками. И вот сегодня обсуждается вопрос об ограничении или запрессе турецкого текстиля, кожи и меха. В Красноярске 12 оптовых магазинов турецкой одежды и около двух десятков розничной. Торговать текстилем выгодно. Хорошее качество и низкая стоимость. Да, здесь в основном все Турция. Турция в основном маленькие размеры. Польша, Белоруссия у нас большие. В торгово-промышленной палате говорят, что предпринимателям уже сейчас нужно подыскать поставщиков в других странах, чтобы в случае запрета заменить турецкую одежду, например, на Узбекистан, Китай или Грецию. Мы полагаем, что будут все равно введены ограничения по ввозу, по импорту текстиля из Турции. Скорее всего, это так будет. Может быть, это будет сразу, это может быть попозже. Но санкции, наверное, какие-то встречные пойдут. Это будет, конечно, распространяться и на красноярских бизнесменов, и текстиль здесь действительно будет турецким проваленным. Товарооборот между Россией и Турцией за 8 месяцев 2015 года составил 18 миллиардов рублей. Треть импорта – это продовольственные товары. На долю машины и оборудования приходится 23%, на текстиль и обувь – 17%. Если ввоз товаров ограничат, убытки понесут предприниматели. Потом за них заплатит и покупатель. Этим воспользуются наши зачастую не очень добросовестные бизнесмены. Они аргументируют такими почти словами, как говорите вы, просто будут увеличивать цены в виде дополнительной оценки. Но это худший вариант развития событий. Официального запрета на турецкие товары пока нет. Юлия Бычкова, Эдуард Баглай, Афонтова. Новости. И только что стало известно, что Дмитрий Медведев поручил подготовить санкции против Турции. На это у правительства есть два дня. Решения о введении санкции, заявил премьер-министр, цитирую, будут приняты на основании закона о специальных экономических мерах. Конец цитаты. Это значит, что приостановят реализацию программы экономического сотрудничества, ведут ограничения по финансовым операциям и по внешнеторговым сделкам. Также возрастут пошлины. Медведев сказал, что Россия намерена заморозить ряд инвестиционных проектов, сотрудничество по которым с Турцией определялось высоким уровнем доверия. Также планируется свернуть переговоры о специальном режиме для инвестиций с Турцией. До 6 декабря красноярцы смогут высказать свои пожелания по проекту реконструкции переулка Боготольский. Власти обещают их учесть. Но может ли мнение десятка человек серьезно повлиять на решение городского масштаба? Многие в этом сомневаются. Чем можно заменить формат общественных слушаний и нужно ли это делать? Мнение изучал Дмитрий Пименов. Геннадий Асачи, один из полусотни красноярцев, то пришел на публичные слушания по реконструкции переулка Боготольский. Расширение дороги его не очень волнует. Но проект включает еще и строительство шести высоток. И для них изымают землю, где сейчас стоят частные дома и гаражи. Свой гараж для Геннадия ближе, чем чужой бизнес. Поэтому он проголосовал против проекта реконструкции. Хотя и без всякой надежды. Я думаю, что уже принято решение. Потом было объявление о том, что уже подрядчика находят. Там объявили конкурс на эти работы. Там уже решено, в принципе, все. Насколько бесполезны публичные слушания, вопрос спорный. У красноярцев до сих пор на памяти битва против заводов и расплавов. Тогда на публичные слушания пришло столько народу, что все желающие не смогли поместиться в зале Левобережного гордека. Своё мнение горожане отстояли. Но в этом не только заслуга общественных слушаний. Эту тему обсуждали в Красноярске довольно долго. Было ясно, город против. Из недавнего на публичные слушания по строительству нового микрорайона на Малиновского и войсковой части в районе деревни Бодолык также пришло достаточно много людей. Многие проголосовали за и, скорее всего, этот проект состоится. Но больше примеров, когда на слушания приходят лишь несколько десятков человек. Социолог Алексей Новиков выделяет три причины. Люди порой не знают о том, что проходят публичные слушания. Они инертные, на выборы-то почти не ходят. Да и решения, которые вынесут люди, не имеют юридической силы. На мой взгляд, общественные слушания как механизм, ну просто хотя бы, во-первых, в связи с низкой явкой, в связи с незаинтересованностью людей, в связи с возможными манипуляциями, они себя по большому счету исчерпали. И еще, что мне от души непонятно, это рекомендательный характер решений. То есть люди же рассуждают очень просто. Если это решение не имеет никакой юридической силы, зачем туда ходить? Вот Артем Бодюков, например, уверен, что формат публичных слушаний существует неспроста. Это прекрасная возможность людям высказать свое мнение. И ничего, что окончательное решение не за большинством проголосовавших. Их мнения примут к сведению. Хамшу Кревич Акбулатов уже не раз показывал своим примером, что если есть какое-то противостояние, или есть какое-то мнение у жителей отличное от разработчиков проектной документации, он старается к этому прислушиваться и какие-то коррективы вносить. Депутат-строитель Александр Карапачинский на различных слушаниях бывает постоянно. И уверен, что они не отражают мнение городского сообщества. На слушания постоянно ходят три категории людей. Сторонники принятия решения, противники и зеваки. По мнению Карапачинского, этот формат себя изжил. Представьте, вас привезли в больницу с острым аппендицитом. Дежурный врач устроит, например, опрос хирургического отделения пациента. Что делать с вами? Как вы к этому отнесетесь? Вот иногда у нас получается так, да? Архитектор говорит, планировщик говорит, или транспортник говорит, что нужно сделать вот так. А городское сообщество говорит, не это, надо сделать по-другому. Карапачинский предлагает другой вариант. Среди людей следует проводить социологический опрос. Его результаты вместе с доводами профессионалов уже представлять главе города. Впрочем, социологи предлагают еще один вариант. Если что-то происходящее в вашем микрорайоне вас не устраивает, обращайтесь напрямую к депутату от своего района. Дмитрий Пименов, Михаил Ткачук, Дмитрий Кудько, Афонтова новости. Осторожно, скрытый патруль. В Красноярске работают автоинспекторы в штатском. На машинах без опознавательных знаков. Они курсируют по улицам и следят за водителями. Нарушения правил дорожного движения фиксируют на видеокамеру, а информацию о машине передают ближайшему постовому. Таким способом ГАИ уже составило около сотни административных протоколов. Руководство автоинспекции обещает регулярно выпускать скрытые патрули на красноярские дороги и загородные трассы. Заместитель начальника ГАИ края считает, что новый метод абсолютно соответствует закону. Есть такой у водителей метод, когда поморгали друг другу. Присутствие инспектора снизил скорость, предположим, не нарушает. Проехал его опять, надоел на гашетку, отъезжает там пару километров, попадает в дорожно-транспортное происшествие. Вот поэтому мы решили, что будем использовать такой метод работы, когда не будет видно инспектора. И посмотрим, как будет. К сожалению, еще у нас нарушают очень часто. Хороший способ избежать штрафа – это просто передвигаться аккуратно и не нарушать правила дорожного движения. На этом все. В студии был Димит Лабушев. Всего доброго и до свидания. ДОБРОДОМ Спонсор прогноза погоды – компания «ДОБРОДОМ». ДОБРОДОМ – надежное решение. Квартиры в тихом, живописном месте. Рядом с городом – от 680 тысяч рублей. До вашей новой квартиры – 15 минут. Строительная компания «ДОБРОДОМ». 294-01-55. Завтра, 27 ноября, в Красноярске, по прогнозам синоптиков, ночью 13 градусов ниже нуля. Днем столбики термометров останутся на отметке минус 6. Пройдет небольшой снег, ветер западный – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 736 миллиметров ртутного столба. ДИСКОНТ-ЦЕНТР ТАЧ Вы думаете, в оптово-розничном дисконт-центре «Тач» цены и так низкие? Верно! Но сейчас в дисконт-центре еще и распродажа. Значит, скидки стали больше, а покупки делать выгоднее. ДИСКОНТ-ЦЕНТР ТАЧ. ДУДИНСКАЯ 2. Не знаете, куда пойти в выходные? Центр объявлений поможет организовать ваш досуг. Билеты на самые яркие мероприятия приобретайте на пунктах приема объявлений. 22 ноября – Михаил Шубутинский. 24 ноября – Игорь Николаев. 12 декабря – Константин Райкин. 15 декабря – юмористическое шоу «Однажды в России». Подробности на пунктах Центра объявлений или по телефону 261-28-28. Где живут ваши клиенты? Все клиенты живут в квартирах города Красноярска. Курьерская служба «Зеленая почта» гарантирует доставку вашего предложения с точностью до подъезда. Только у нас вложение листовок в полезный еженедельник «Шанс». Звоните 205-2005. Предрождественская проверка. Правый поворотник. Левый поворотник. Сопротивление воздуха. Неплохо. Совсем неплохо. Последняя тренировка перед Рождеством. Вперед! Настоящая новогодняя сказка. Так, парни, надо потренироваться с вирожами. Как же это здорово! О приключениях смелого олененка и его отважных друзей. Мы, правые ребята, всегда идем куда-то. Хо-хо! Вот это да! Это самый лучший рождественский подарок. Нико! Рад тебя видеть! Нико 2 Счастливое сердце, Джулия! Счастливое сердце, Нико 2! Скорость Санты! Ты лети со скоростью Санты! В субботу в 14.00 на Афон ТВ. Я выиграл! Мы изучаем события, которые никто не может понять. Чего стоит вера, которую никогда не испытывает? Что делает Томми? Исцеляет людей. Это убивает его. Он исцеляет людей, я видел это. Он умер, исцелив меня. Помоги нам. Она существует. Тьма? Ей нужно... Что ей нужно? Все. Постой. Томми! Это может стать опасным для тебя, Том. Уже стало. Святой Дозор. С понедельника по четверг. В 19.30 на Афон ТВ. Меня зовут Мелинда Гордон. Недавно я вышла замуж. Переехала в маленький городок и открыла антикварный магазин. Я такая же, как вы. За исключением одного. С детства я могу говорить с умершими. Не бойся, детка. С блуждающими душами, как называла их моя бабушка. С теми, кто еще не перешел в мир света. Они просят меня помощь. Рассказывая о себе, я не могу не рассказать о них. Говорящие с призраками. Каждую субботу в 21.30 на Афон ТВ. Редактор субботу в М.Лосева Корректор А.Егорова